Члены Совета Федерации одобрили закон о поправках Конституции. В Верхней Палате Парламента приняли ряд важнейших инициатив, поступивших в адрес рабочей группы. Предоставить право действующему главе государства снова баллотироваться на пост президента, ежегодная индексация пенсий, защита исторических основ и родных языков. За эти другие поправки россиянам предстоит проголосовать 22 апреля. Рядущие изменения в Конституцию продолжают обсуждать в Республике. В сегодняшней Конституции, например, написано, что Российская Федерация – это социальное правовое государство. Это что, действующая норма? Ну, дай Бог, чтобы была действующей нормой. Но если так придраться к этой формулировке, к этой декларации, насколько государство сегодняшнее у нас российское, социальное, ну не настолько, насколько хотелось бы нам. Обозначен идеал, это нормальная, фундаментальная норма Конституции, но она говорит о том, к чему мы и закрепляем, к чему общество и государство стремятся, российское государство. Это правильно, это нормально. А во-вторых, Конституция – это декларация тех ценностей, уже принятых или исторически появившихся в нашей стране, в обществе. Декларация о тех ценностях, которые надо берегать, защищать, сохранять. Для меня это представляет куда большую ценность, вот именно вот те вещи, те ценности, которые вновь или заново, или впервые провозглашаются, пока еще в проекте, вот новой редакции Конституции. Российская Федерация объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преимственность в развитии российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство. Далее. Дети являются важнейшим достоянием в Российской Федерации. Государство создаёт условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим. Для того, чтобы поменять ценности, приоритеты, в том числе, так примитивно выражаясь, в литературе, в информационной политике, на государственных телеканалах, нам нужны эти нормы в Конституции. Я и как патриот Чувашии и страны, я бы хотела, чтобы больше поддерживались труженики, которые что-то делают, которые идут вперед, которые имеют идеи какие-то. Например, вот сейчас мы очень довольны, что государство нас поддержало в строительстве Плиц. Надо развивать и поддерживать своих, вот, например, Чувашия должна поддерживать нас, местных, которые имеют какие-то идеи, чтобы во благо нашей республики, чтобы люди в деревне хорошо жили. Вот что удручает пока ещё наши деревни, но не до том уровня. Продолжение следует...